Сегодня такая высокая производительность воспринимается не иначе, как чудо, а в годы Великой Отечественной войны это было реальностью. 27 тысяч штурмовиков Ил-2 было собрано для фронта в тыловом Куйбышеве. Наладить производство удалось в рекордные сроки после эвакуации из Москвы государственного авиационного завода номер один. Еще в недостроенных цехах заводчане выпускали самолеты, которые стали лучшей летающей машиной Второй мировой войны. Всего лишь за 20 дней весь завод был перевезен в Куйбышев и приступил сначала к изготовлению истребителей МиГ-3, которые выпускались еще на московской площадке. А 23 декабря 1941 года пришла на завод известная телеграмма Сталина, где в очень твердой и жесткой форме требовалось выпускать больше Ил-2. Уже через два месяца с конвейера сходило до 200 самолетов в месяц, а к концу 1942 года заводчане стали собирать до 16 самолетов в сутки. Трудовой подвиг стал возможен благодаря самоотверженности людей. Бригада Фроси-Головенко вырабатывала до 1000% к норме в день. Комсомольцы с невиданным энтузиазмом взялись за поручения, зная, что от их работы зависит ситуация на фронте. Из поощрений в основном вещи и продукты. Высокие награды труженики получили уже по окончании войны. Среди отличившихся комсомольской бригады шлифовщика Бориса Сливкина и 14-летняя фрезеровщица Тони Молодцова. Специалистов на фронт не брали, хотя многие из них просились добровольцами. На фронт с Кубышевского завода ушли 3000 человек. Их память сегодня особо чтят на предприятии. А к 75-летию Великой Победы будут открыты мемориальные таблички в их честь. Алексей Константинович Габрусев отмечен званием Герой Советского Союза. Василий Георгиевич Собенков – кавалер двух орденов славы. Виктор Дмитриевич Черняев – комсомолец-разведчик, посмертно награжден Орденом Красного Знамени. Историю мастера сборочного цеха Сергея Пушкина на заводе знают многие. Сергей Пушкин. Он работал в комсомольской фронтовой бригаде. И всегда, когда фотографировали самолет, который делала очередная бригада, например, он старался находиться на месте летчика. Почему? Потому что он очень хотел на этом самолете воевать. Но он не был летчиком, он был всего лишь слесарем-сборщиком. И у него в подчинении было несколько человек, он бригадиром был. Его на фронт он просился много раз, его не пускали, потому что у него была бронь. Но все-таки в 44-м году он добился того, что ушел на фронт. К сожалению, он с фронта не вернулся. Но к авиации он имел прямое отношение, он был авиационным техником. А это копия знамени Государственного комитета обороны. Это высшее переходящее знамя в социалистическом соревновании во время войны. Впервые завод получил его в июле 42-го года. И впоследствии оно присуждалось предприятию 26 раз. По итогам апреля месяца 45-го года это знамя осталось на нашем предприятии. В 46-м году правительство приняло решение, что знамя Государственного комитета обороны остается на вечное хранение на нашем заводе. Каждый шестой самолет, который был на фронте, это был самолет, произведенный в Куйбышеве тогда. И работники, все предприятия, вот сейчас если пройти вот здесь по Безземянке, все предприятия были наценены на то, что каждый что-то делал для победы. Но учитывая то, что мы еще были запасная столица, то, что много людей к нам приехало, всех разместили, всех накормили, устроили. Приезжали же целые заводы, семьи совсем. Самолеты, которые собрали в Куйбышеве во время войны, это одна из славных страниц истории, которых немало. В годы войны в городе разрабатывались технологии добычи и переработки нефти для обеспечения фронта горючим. А каждый пятый боевой снаряд был собран в Чапаевске. На предприятиях были собраны и первые самолеты стратегической дальней авиации, и первая космическая ракета. Все это великие дела, которые надолго закрепили за Самарой славу города трудовой доблести. Олег Зверев, Василий Колдашов. События.